Ассаламу алейкум, Ранзар Ахматович. Вчера противник решил нас контратаковать. Получилась такая картина, что из тех, кто решили заняться этим делом, так называемой контратакой, значит, большая часть осталась лежать на земле. Значит, достаточно серьезное количество, значит, ушли с тяжелыми ранениями. Вот один твой лич, как говорится, попал в плен. Вот смотришь на этих людей и думаешь, на самом деле, бедные люди, реально, очень бедные люди. Вот на него смотришь, реально его жалко. Ну, скажи, фамилия, имя, отчество. Марьян Викторович. Вот с какого подразделения ты? С 10-го жировая бригада. Откуда родом? Черновидская область. Какая? Черновидская. Черновидская область, да? Да. Жена, дети есть? Да. Сколько у тебя? Двое детей. Двое детей. Возраст детей? 21,19. 21,19. Ну, вот скажи, на самом деле, вот как ты думаешь, отношения к вам, вашего руководства, они вас жалеют или не жалеют? Как они к вам относятся? Как ты думаешь? Вот если у вас вот так закидывают на убой, вот так вот. Это как по-твоему? Это ненормально. Это ненормально. Ну, вот не лучше было бы, если бы вот ты и тебе подобные были бы дома со своей женой, детьми. Да. Правильно? Да. Вот, Рамзан Ахматович, получается такая картина, что вот смотришь на этих людей, реально, и жалко. В бою приходится, как говорится, стрелять в того, кто стреляет в тебя, а в жизни вот на них смотришь и понимаешь, что это бедолаги, которых собирают, наверное, отовсюду, где только можно и нельзя, и под каким-то предбогом отправляют для того, чтобы они погибали пачками, стопками, тысячами каждый божий день. Вот такая картина. Рамзан Ахматович, значит, для нас, в принципе, не имеет значения, сколько против нас будет стоять противника. Мы будем делать свое дело, нас учили это дело делать, будем воевать и делать так, чтобы наш народ, наша страна жили в мире и свободе. Поэтому можем только сказать Ахмат сила, Аллаху Акбару. Ахмат сила, Россия мощь? Россия мощь. Россия мощь, да? Да. Донбасс непобедим. Скажи, сколько тебе лет, какого ты года рождения? 78. 78 года рождения, ешкин кот, а. Что же с тобой должны были они сделать, чтобы ты выглядел вот так вот? Ты моложе меня на 5 лет. Вот представьте себе, что с ними делают. Что ты сказал, твой командир, что сказал по поводу того, куда тебя он кидает, куда вас кидает? Ах, а это, что молвать, а не сидеть, взять позицию. Нет. Как озвучил он это? На фарш. На фарш. Вчера. Вчера, вот как он сказал? На штурм, когда отправляли. На фарш. Идем на фарш, да? То есть, ваш командир вам говорит, что вы идете на фарш, правильно? Да. Вот, пожалуйста. Мы хотя бы называем, говорим, когда озвучиваем, говорим, вот, их бросают как мясо пушечное. Вот, а их командир даже в открытую говорит, мы кидаем вас на фарш. Вот дословно. Я прав? Да. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, эти бедные люди пытаются контратаковать вторую армию в мире и дойти до Москвы, еще заставить Путина, верховного главнокомандующего, значит, полностью отказаться от всего, отобрать у него Россию, сделать так, чтобы Россия была, как говорится, в составе Украины. Вот такие дела, пожалуйста. Вот такие силы, подразделения во главе с наркоманом Зеленским, пожалуйста, вот пытаются добиться таких серьезных задач, значит, заявка у них серьезная. Видать, трубку куранул Зеленский серьезно. А зря, а зря. Он-то и так наркоман, но вот народ Украины реально. Многострадальный народ, потому что, если так будет продолжаться, скоро он перестанет существовать как единица идентичности. Ну, будем надеяться, что украинский народ сам разберется со своим руководителем, наркоманом и его властью. Еще раз могу сказать, Ахмат Сила, Россия мощь, Донбасс непобедим, Аллах Велик. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!